Великой Отечественной войны На нас иногда смотрят как на сумасшедших, потому что куда вы едете, там нет дороги, а мы едем. Мы ползком, по-полстунски, по-солдатски, если машина солдатская, мы доползем. Мы будем у ветерана, мы возьмем у него интервью, мы посидим, поговорим с ним. Зачастую ветеранам не надо подарков, им надо беседы, чтобы поговорить, высказаться. И мы сидим по несколько часов, иногда до утра разговариваем, вспоминаем. Мы ехали в одну сторону почти два с половиной часа, тем не менее мы добрались до ветерана Анатолия Александровича, которым встреча стоила того. Ему 93 года, он был призван в фронт в 43-м году, был тяжело ранен, был танкистом. Потом после ранения ему пришлось переклистироваться в стрелки, и тем не менее он дошел до Берлина. И как он сейчас сказал, он расписался на Рейхстаге. Представлять, вот эти слова услышать от человека, который сам это сделал, побывать с ним, вот рядом посидеть, вот этого стоит. И никакой трудности, никакой бездорожья там еще нас не остановит. В этом году маршрут был таким. Уяр, Абан, Держинская, Тесеева, Чунаяр, Богучаны. По пути участники автопробега заезжали в самые отдаленные уголки Красноярского края, туда, где живет хотя бы один ветеран. Поздравляли также блокадников, узников, дружников тыла. В Богучанской районной библиотеке они пели песни о войне и бесконечно говорили спасибо людям, выстоявшим войну. А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. И бойцу на дальней пограничной, от Катюши передай привет. И бойцу на дальней пограничной, от Катюши передай привет. Нам важно, чтобы вы вот этот использовали шанс, пока они рядом с вами. Зайдите, поговорите. Через много лет вы будете вспоминать и будете себя благодарить за то, что вы с ними выслушали, что вы с ними встретились, что вы жили с ними в одну эпоху, в одно время. С каждым годом участников войны становится все меньше, но организаторы намерены проводить автопробеги, пока есть возможность поблагодарить хотя бы одного ветерана. В нашем районе их осталось всего пять. Многие с трудом ходят и почти не разговаривают. Но один ветеран все же смог прийти на эту встречу. Это Виталий Абаев. И вот так разговаривал, понимаешь, и понимаете, бомбу бросил, вот, и разрывался. 20 метров, понимаешь, и бомбе не раздавался. Вот если разрывался, понимаешь, то у нас в кускове. Понятно. Вот это самый счастливый момент, когда самолет сбросил авиационную бомбу, она не разрывалась, а если бы разрывалась, мы бы уже не разговаривали. Поэтому человек говорит, это самый счастливый. Давайте у него спасибо. В конце встречи участники автопробега поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, блокадников, дружеников тыла и подарили им подарки. А еще все вместе спели песню о Великой Победе. День Победы